Лига звёзд 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 Защими, потом, что будешь делать? Ну, еще ж, рухаемся дальше. Далее команда, а, у нас уже крайняя команда без, а, не крайняя, вибачте. Команда без проблем, наймолодша команда данного фестиваля. Ну, и их тренер, когда я в этой люди не был тренером, теперь человек чуть подросла и вовне, и в середине. Тому фронтмен команды СМТ, неодноразовный переможец Росмеши Комика, учасник Лиги Смеху на 1+,1, Влад Степелевский. У нас просто такая традиция. Так, поэтому теперь встречаем еще две команды, а самая правая палочка Твикса, наше облако. Та команда приятное времяпровождение. Та их тренер, заслужена артистка Украины, золотый голос Полтавщины, найбеліша сорочка Украины, Наталія Май. Вона одразу проходить за кулисы, тому що вона буде выступать, а перша. Ну, а теперь по традиции, по традиции, Слава Украине! Героям Слава! Команды провожаем у Зуколеса, а мы трешки з вами поспілкуемся. Давайте одразу перед тем, як ми розпочнем. Я також хотів представити тих людей, які теж знаходятся. Це людина, яка з цими командами працювала майже тиждень. Це редактор нашої Лиги Смеху. Денис Ловчев, команда Гасініца 72. Також я зараз назму учасник команди Фазерс та Манхеттен, помічник редактора та організатора Іван Ксенжук. Ваші області. Також я бачу двох чудових хлопців, з якими ми нещодавно грали в телевізійній Лізі Сміху. Денис, Назар, ваші області. Вставайте, будь ласка. Наше майбутнє. До речі, пацани ростуть, знялися в чотком паце. Якщо чесно, пацани мені написали, я не знаю, що це. Якщо ви теж не знаєте, можете поаплодувати. Що такий чоткий паце, всі знають? Молодежь, молодежь. Нічого, все добре. Ну і також в нас присутній народний депутат України Андрій Боблях. Ваші області. Став депутатом, появились деньги, сидить на першому ряду. Ми в тебе віримо, Андрюшка. Ваші області, ще раз. Все в порядку, це все жарти. Але Андрій мене заставив виступати в зеленому костюмі. Хоча я думав в другому виступати, але нічого. Давайте перед тим, як ми розпочнемо, я знаю, що у вас є чудова команда Ворскла. І ви по-любому ходите на ці матчі, правильно? Тому всі ви знаєте, як робити хвилю. Тому давайте всі разом зараз справа наліво. Всі піднімаємо руки. Давайте швиденько. Справа наліво піднімаємо руки. Швиденько. І тепер спереду назад, спереду назад. Швиденько піднімайте руки. Ну все, друзі. Перед початком зал ми перехрестили. В добру путь. Тому, друзі, розпочинаємо лігу сміху облески. Ну що ж, ну і першими на цю сцену я хотів би запросити. Я нагадую, що сьогодні в нас тема кіно. Перша команда нам продемонструє детектив. А першою командою буде правая паличка Твікса та Наталія Май. Увага на екран. Ну вона є у нас, така команда. Головне, щоб нам нравилось. Ну, з ними буде тяжело сражаться в фіналі. Особенно з Наталією Май. Якщо вона буде с ним, це буде дуже складно. Топові пацани, у них класні пісні. І смачні назвати. Про них не знаю, що сказати, а тренер у них хороший. Це хто? Прикольна команда, хороші хлопці. Вкусні. Зустрічаєте, детектив, правая паличка Твікс, там Наталія Май. Привет, Полтава, привет! Полтава, на сцені детективи. І ми, наскільки серйозна організація, що якщо беремося за діло, то всім Гайка. Шо? Шо, шо? Ади-то, хорошо. Твій. Короче, ребятки, ми сьогодні готовісь задержать самого известного полтавського мафіози. І... Пошли. Алло, закопати чи спалити? Ну, то ви ж на макуголці живете, вам лучше знаєш, що робити. Ага. Ось ти і попалась, дон Наталіон, а? Та я взагалі той не пряталась. А, так? Короче, дон Наталіон, ми тебе обвиняємо в тому, що із-за тебе закрили дитячу планету і Ігроленд. Бо ти тупо всіх дітей забрала до себе в творчий центр. Да, і у тебе єсь пасліднє жилання. Жилання? Я хочу розказати свого жизнену історію. Історію? Я думала, що щось нормальне загадаєш. Ну, історію так історію. Гаїчка, а шо це ти в тих очках? Та я в історії плаваю. Так от, була я колись в Верховній Раді. Так там, походу, одні тільки кнопки і роботають. Проєкт закону. Реєстраційний номер 10-12. Ну шо, рєбятки, поработаєм. Інтересний законопроєкт. Даже не знаю, по всі закону про недоторкиність є шо-та така подавлінає. Ой, та ви взагалі бачили, кого в ту раду понабирали. Сидить Вакарчук, приніс красну кнопку з голосу країни. І дави на неї, думає, шо кресло повернеться. Та шо Вакарчук, он Коля Тищенко, вобще унікум. Мало то, шо в білих перчатках ходить, так нажимає кнопку і жди, поки офіціант прийде. Ревізор хренов. А шо ти так вспотів? Так і вспотів. Це Жан Баланюк падло, після побєди заснув, слюні пускає. Предлагаю п'ятиминутний перерив. Рішення прийнято. Називай мене, зайка, називай мене, качонок, називай мене. Так а в чому прикол? Ти не поняв? Красна кнопка така подавліна. Ну це шо, колись мене на стрілку позвали, а я прийти не змогла, так як свого внука послала. Називай мене зайка, називай мене котенок, називай мене львенок. Називай мене львенок. Слышиш ти? Босс, босс, може йому прострілить колено? Неа. Босс, може в лес його вивізем? Неа. Так може поставим на счетчик? Неа. Босс, так а шо ви хочете? Я хочу п'ять. Секундочку. Кирилл Сергеевич, це стрілка, тут так не можна. Вообще-то я не Кирилл Светкевич. А хто? Я Саша. Маша, походу, нам капец. Чого? Ми не того малого садіка забрали, забирай його. Називай мене зайка, називай мене котенок, називай мене львенок. Так а шо з малим? З Сашей Глазовим? Та нормально, депутат в міській раді сидить. Ну це шо. Знаєте, а в 2009 році я зв'язалась з професором Мамаярті. І ми разом почали бомбити в полтавських дворах. І одного разу була така ситуація. Називай мене зайка, називай мене котенок, називай мене львенок, називай мене славяна. Я тільки извиняюсь. Можете, пожалуйста, потіше співати? Там бабушки не можуть заснути. Ой, маму, мамо моя, ой, люблю я. Мамо моя, бо у нього ясні очі і розмова щиряя. Я извиняюсь. Можете, пожалуйста, потіше співати? Там із-за вашого пення бабушки не можуть нормально перехреститися в церкві. Хорошо, мужик, поняла, йди. Колечка, колабельну версію, пожалуйста. Ой, маму, мамо моя, ой, люблю я, мамо моя, бо у нього ясні очі і розмова щиряя. Я дійка извиняюсь. Я ж вас попросив як людину. Ну, уважайте возраст. Там із-за вашого пення у бабушек всю консервацію повзривало. Можик, що ти хочеш? Чого ти сюди ходиш? Що ти взагалі такий? Андрій Матковський. Клопіт про пенсіонерів. Наш головний пріоритет. Боже, як я устала. Як я від цього всього устала. Від цих консертів хочу віддохнути, розслабитися, забити обо всьому. Називай мене зайка, називай мене каченок, називай мене зайонок, називай мене зайонок. І просиш пісню, а тобі кажуть, що їх немає. Вот це га бідно. Ну, так. Взагалі я так засиділась. Нужно розслабитися, якось ноги прокачати. Так давайте з нами станціюємо. Ну, давайте. Ну, давайте. Ось це команда дружня і місна. І заслужений гангстер України. Дон Натальоне. Дякую. Ваші облески. Правила Палочка, Твікс та Наталія Май. Більше аплодисментів. Це такий гарний початок. І тепер є 30 секунд наших тренерів. Будь ласка, поїхали. Ваш вихід. Так, Костя встав. Костя один. Стій на місці. Два бали. Два бали. Максимально в нас може бути чотири. Так, єсть. Владик встав. Стоп. Три бали. Це облески. Непоганий початок. Проводжаємо команду за кулісом. Ну, це початок. Я не буду думати коментарів. Чи будем коментувати? Так? Що вам не сподобалось? Просто я ждав тверка від Наталії Май. В принципі, я йду за кулісом. Зараз порішаю ці питання. Не, насправді, для початку дуже добре три балла. Я считаю. Нас четверо. Все нормально. Не розправивайся. Я взагалі не розправився, чесно. Ну що ж, облески. Як вам початок, друзі? Чудово. Ну що ж, продовжуємо далі. Зараз вийде друга команда на сцену. І вона буде нам показувати такий жанр, як фільми жахів. Тому на цій сцені зустрічаємо Костя Ізюмов та сторона защити. Увага на екран. Чого полтавська «Вортфел» переіграла «Динамо»? Того, що в них погана сторона защити. Ловкенька команда. Власне, вони нас завжди пародирують в їхніх історіях. Кажуть, це Ваник і Слоник. Ми це прийшли репетувати. Зустрілимся 26-го. Чесно. Ну, мене защищати не надо, в принципі. Ну, вас тільки точно не надо. Да. А їх можна. Дашу, дна, дна, дна. Дівчинів треба любити защищати. Сторона защити, будь ласка. Зустрічайте! Сторона защити та Костя Ізюмов. Фільм «Жахів». На сцені команда «Сторона защити!» Всем привєт! Дима наші ігры. Ужас. Кстати, недавно в Полтаві поймали чупакабру. Так що сьогодні ми вступаєм без тренера. Друзі, мені здається, нам не вистачає антуражу. О, боже, все в тумані. Це Сайвент-Хіл. А, ніте, розсожженці. О, розсожженці, це мій райончик. Ну і шо ж я на механіка встал? Може, у мене спина затекла? О, чупакабра. А я думала, тебе поймали. В смысл? Це ж я ваш тренер. Ребята, ви че не узнали? Я просто после корпоратива не успел переодеться. Да-да-да-да, Кось. Я тебе в цирке видела. А покажи-ка фокус. Легко. Костя, так мне, парня, никогда не найти. Кость, это вообще не смешно. Я тебе че клоун, шоб було смешно? Кстати, Даша, извини, пожалуйста. Все плохо у вас, ребята. Вам уже повезло, что у вас есть такой серьезный тренер, как я. Поэтому я для вас снял самый короткий фильм «Ужас». Внимание на экран. Ну, Кость, у нас вообще-то по этому поводу есть ответочка. Внимание на экран. А сорочка мамина била-била. А сорочка мамина сердце мила. А сорочка мамина зігріває. Я її до серединка приватаю. Ребята, ну это реально очень ужасно. Ужасно, Кость. Ужасно будет сейчас. Даша, объяви, пожалуйста. А пока парни вокруг ужасно громко дышат, вот вам миниатюра в обычной полтавской квартире. Стой! Не иди туда! Не делай этого! Только не открывай дверь! Добрый день, це Андрей Боблях, і я знаходжуся у Верховні Ради України. А теперь представьте, у маньяка что-то пошло не так. Постой! Не торопись! Давай поймем, что между нами. Ведь я так молод умирать! Вонзи клинок! О нет, постой! Погиб поэт, невольник чести. А не, рано. Ого, какой клинок! И сталь тут хороша, и ручка тут удобна. Смотри, дракон! А говорили, что театральная не пригодится. Сейчас в Украине очень много фрилансеров. Итак, представьте, один из них нашел новое место работы. Понятник обновEEEE, решение принято. Блин, ребята, это все не то Это все вообще не страшно Вот у нас, как раньше было Мы собирались в лесу Садились вокруг костра И рассказывали страшилке И первая страшилка Про президентские выборы Ага, рейтинг Ворошенко Вот такой вышины Ага, рейтинг Тимошенко Вот такой ширины Ага, Карамазин-Крыценко Ага, Богославская-Шевченко Ага, зеленый президент А че он зеленый? Ему что, плохо, что ли? Нет, Саша, ему сейчас очень хорошо И следующая страшилка детская Пусть папа услышит Пусть папа придет Бейсбольную биту пусть папа найдет Пишу эсэмэс в туалете У мамы в гостях дядя Петя А Петя тоже плохо? Да, Саша, Петя после зеленого Очень сейчас плохо И в конце И в конце Страшилка женская Ты вышла из душа И сразу Нанесла крем для тела и лица Крем для рук, для волос И один лишь вопрос Нахрена тогда мыться? Костя! Это ужасно! Мы к этому уже стремились Дорогие друзья В наше время мы можем наблюдать очень много ужасов по ту сторону экрана Политика Украинские ток-шоу Янукович повертается в Украину Поэтому всегда выбирайте правильную сторону С вами были Костя Изюмов И команда «Сторона защиты» Лучше мы к вам, чем вы к нам Спасибо! Ну что ж, и одразу давайте больше облазки «Сторона защиты» Ну а теперь команд Нашим тренерам дают 30 секунд Поднимайтесь, будь ласка Так, так, так Владик Приседай хоть, встань Владик, встаешь Четыре максимума Я вітаю вас, облазки «Сторона защиты» Підправляем вас за колеси Вітаю, можливо, вы и будете в финале Костя недавно приезжал до меня в Шишаке Понял, я снимаю цей знак Я говорю, Костя, зачем? Вон говорит, просто, чтобы на память было Ну я ему эту память вспомню сейчас, знаешь Ні, я знаю, до речи, Костя Изюмов Встань, будь ласка Похлопайте, Костя Изюмову До речи, до речи, я вам більше скажу Костя Изюмов нещодавно знявся в серіалі «Школа» Похлопайте, хто знає цей серіал «Школа» Встаньте і вийдіть з зала, будь ласка Ладно, я жартую Костя Изюмов, бачили Костю в серіалі «Школа» по останньому сезоні? Не бачили? Ну, ти, напевно, бачив? А ви не бачили? Останній сезон, четверта серія Там задній мужик на моторолері проїжджав Це був Костя Изюмов Облазки, Костя Присідай, Костянчик Ну, що ж, друзі, ваші облазки ми продовжуємо Ну, а зараз на сцену вийде команда ЛСД та Паша Журавльов І в них такий цікавий жанр – спортивне кіно Увага на екран О, ЛСД Дуже класна команда Отлично Тві друзі, все класно Нормально тєва робає Мене досі не відпустило Наверно, Васель Бистрій Бистрій, так Хороша команда, багато їх дуже Прикольна команда Я не знаю, не можу нічого там сказати ЛСД та Паша Журавльов Спортивне кіно ЛСД ПРОДАКШЕН Фільм, оснований на реальних событиях Лучший бой по версії бомжей із центра ЦУМ Ladies and gentlemen, мы начинаем самый главный бой этого вечера! Во всём будет смертный! Итак, вы находитесь на пресс-конференции боя категории CUM. Мега-крутой бой! И если бы не наш спонсор, я бы сегодня был бы как бы на работе. Но спонсор нашего выступления — круассаны из марки Топта. Круассан из марки Топта. Спасибо за дуже внезапные выходни. Итак, представим наших бойцов! Правый угол и первый боец — выходец из Big Baggage. Вылка-богачка. Весом — Део Матис. Василь Дыке Колу. Ай! Ты что, что-то перепутал. Мою включи. Кид-кид-кид-кид-кида. Кида-кид-куня. Булка-булка. 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 Мы побиваем детей. Детина, яку так и не добыли. Кончик Макфууууууу. Бойцы, внимание, встречайте наших журналистов, которые настолько придирчивы, что репехи цепляются к ним, а не они к ним. Ваши аплодисменты. Первый вопрос. Что вы можете сказать про своего соперника? Ну, Вин, как и я, мы шли... Кончик пришел со своим переводчиком. Я переведу, знаешь же. Я дитя, ты игрушка. Я джокер. Ты валет. Ты пчела, я пчеловод. Что такое? Что такое? Пусти меня! Итак. Иди сюда. Запомни раз и навсегда. Кто обзывается, то и чем так называется. Понял? Мямля! О боже. Мямля. Ты назвал его Мямля. Зачем ты его назвал Мямля? Зачем? Это ж так обидно. Мямля. Мямля. И назвать любимым. Так как от этих слов наш чемпион сломался, как его карьера в проекте «Коханам и бываемый детей», ведь Мямля называет его только супруга, давайте же перенесемся в день знаменательного боя. Итак, мы дождались этого мероприятия. Бой вечера. Итак, пару ваших аплодисментов. Мы открываем фонтан. Денис! Який фонтан? Это не то мероприятие. Вибачьте, пожалуйста. Фонтан. Перепутав. Там есть корпоратив. Ага, все. Мы начинаем главный бой вечером. Подожди, а что это Денис? То что ты Денис пойми? Ну ладно, хорошо. Итак, встречайте. Боец в правом углу. Василь Дыкэково. Представляем второго бойца. Боец по версии цыган с Юровки. Контик Макфлури. Итак, Нехай нагряне пром. Первый раунд. Девочки, вы что собраете мелочь? На фонтане? А ну, пошли отсюда! Давайте! Все нормально? Все нормально? Сынок, все в порядке? Запомни одно, сынок. У меня есть слова, какие я выпускал из роки Бальбова. Слухай. Я скажу только то, что для тебя не новость. Этот мир не может быть таким веселым и покладистым. Там дуже богато текста, смотри. И очень опасное, жесткое место. Если ты только дашь слабину, он проклянет тебя с такой силой, что ты больше никогда, никогда не встанешь. И знаешь, ни ты, ни я, никто тебя так не гинет, как жизнь. Понял, сынок? Папа? Да, сынок. Почему вы меня бросили? Ну, мы там с мамой после проекта трошки забегались и оставили тебя в гримёрке СТБ. Пробачь. Только позвонить. А что, так можно было, да? Ладно, сынок, я верю в тебя! Встань. Встань и дерись. Давай, второй раунд! Давай, бейся! Тебе я сказала! А ты куда побег? О боже, это наш ньюс! Чемпион оф де ЦУМ! Дорогие друзья! Мы вам это показали... Не знаю, зачем, если честно. Ну, в конце принято сказать какие-то слова. Пропускаешь тренировку – нарушаешь график. Нарушаешь график – слабеешь. А слабость – это не про меня. А нормальное выступление – цены про нас. Команда ЛСД! До новых встреч! Друзья, ваши облески! ЛСД! Ну, я ничего не буду коментовать, пока что тренеры. Вас есть 30 секунд. Так, Наталя. Молодец. Так, Костенька. Костенька, если ты не встанешь, то эта девочка тебя возьмет за ноги. И на каком районе ты живешь, скажи мне? В Киеве? Не выпендривайся. Все свои. Все знают, где ты. Ну что ж. Три балла. Ваши облески. Непоган результат. Это еще не конец. Поэтому давайте проведем команду за колеса. Костенька, у тебя есть микрофон? Дайте Костю микрофон. Скажи, что тебе не понравилось? Скажи, как тебе вообще? Нормально. Ну, отличный разговор. Костя Изюмов. Спасибо. Встречайте команду номер четыре. О, плески сначала ей. В ней жанр будет очень интересный. Жанр будут мелодрами. И сейчас на сцену выйдет Олександр Лазарев и команда «Восьмая нота». Они бесплатно нарезают музыку на рингтоны. Классные музыканты. Очень их любим. Так. Мы же теперь поняли, что «Восьма нота» — это лишняя нота. Клевая, прикольная у них. Девочка покрасилась, кстати. Прикольно выглядишь, красава. Клевая. Нравится нам. Заходи, учи ноты. Заходи куда-то. Ставь лайки. Ставь лайки. Подписывайся на канал. А вообще такого ж нема. Я ж знаю. Ти ж знаю. А си какие-то? Там сім, да? Да, сім. Ну, доремі фасоля сі. Сім чи те сім. Давай читай. Ра, до, до, ре, мі. Фа, соль, ля, сі. И опять допишем. Остань до, это восьма. Ось, пожалуйста. Ось, пожалуйста. Восьма нота. Олександр Лазарев. Мелодрами. Оплески. На потопаючому Титаніку помирає Муфаса. Помирає Леон Кіллер, Тоні Старк. А ще співачки з Мулен Руш і чуваки з Зеленої Милі. Все це на очах маленького сімби. А на березі їх чекає хатіко. Так уявляє собі мелодраму тренер команди. Сама ж восьма нота впевнена, що справжня мелодрама. Тільки на каналі Оден Плюс Оден. Зустрічайте. Восьма нота. Крим-сигарет с ментолом п'яний бугор качаєng. В глазах ты смотришь другому, Который тебя ласкает. А я нашёл другого, Насима Молодого. А когда я его обнимаю, Всё равно о тебе вспоминаю. Андрей! Про мандатил ли гусмеха? Та то не він, його заставили. Кто? Ксиджук! Чого, Ванечка, хотів стати на місто ведущого? Не получилось? Пригнали зіла із Западной, да? Хто це такий Ксиджук? Тамер Полтава. Та то в следующем году. Спалились! Що? Восьма нотушка. Не дочекались мене. Олександр, 42 ручки, підозрює, що команда йому зраджує. Команда досі не розуміє, як розіграти мелодраму на чотирьох мужиків. Я дождалась! Саша! Возьми мене замуж! А в нас, як в кожній мелодрамі, саме цікаве після маленької реклами. Тюбят в стихтал. Особою в тебе созвездка. Реклама. Тату-салон СІЗО на Пушкіна. Храмы украшають мужчину. Золотые купола. Мені! О, штор наш купец! Ой, лосос напавла! Щось, щось мені наша мелодрама все більше і більше нагадує «Титанік». А чем? Тупо йдемо на дно. Ну так давайте поднимать в номерах! До встречи, а до спори, а малка горько, до спори, а ты хочеш послать меня, где душ в моей ладони? До встречи, а до спори. Мелодрама — это всегда сложный выбор. Итак, представьте, сложный выбор у музыкантов. Міністерство охорони здоровья наполегливо рекомендує. Не мешай, не мешай. О, Семенович розкогірувався! Міністерство охорони, а малка горько розкори. Хочеш послать меня, деду ж в моей ладони? А у нас снова короткая реклама. Антиполітична партія «Діти депутатів». Діти депутатів. Ми не ходимо на вибори. Спитаєте, чому? Батьків не вибирають. Діти депутатів. Нам, як музикантам, извістно, що саундтрек обычно іграє дуже важну роль. А особливо в мелодрамах. І так, представьте, случай на свіданні. Дорогушечка, щас секундочку. Алло, братан, мене скрипачний прийшов на свіданні. Поможи, пожалуйста, дівчці, хочу романтический ужин зделать. А, хорошо, да, щас жди, прийду. Хорошо, да? Оля, ти пусінка. Я в плащі тебе цілую, я не знаю, я тебе люблю. Ось, є для тебе сюрпризи. Стой, мужик, стой! У мене тут, взагалі, романтическе мероприяття. Та мене тільки на одні мероприяття приглашають. О, вона що, жива чи що? В смысле? О, тоді в мене є ще одна пісня. О, ти взагалі маєшу вже, хорошо. Мальчик мой, та ти знаєш, скільки Наталя Май цей пісній конкурєнтів похоронила? Ти б так не казав. Чуєш ти? Чуєш ти, уходь-ка, я тебе щас сам похороню, поняв? Що, навіть не покормлять, чи що? Звісно не покормлять! Ти там хоч конфети давали. Давай, йди! Сучка, извині, извині, будь ласка. Алло, ти кого мені прислав? Ти шо? Ти шо, прикалуєшся? Я нікого не присылав. В смысле? Це, лично, моя ініціатива. Уйди отсюда, ініціатива! Господи, мені становиться хуже! Ай, хуже вже не буде! Виходь за мене, там уж моя пінара! Ну і, як звісно, люба мелодрама закінчується соплями. Так, стойте, стойте, куди ви? Відкласти, відставити соплі, відставити сльози у восьмої ноти. Навіть у мелодрами завжди хеппі енд! Паша, Паша журавльом! Люде, врешті-решт почнут розбирати слова в твоїх піснях! Аллілуя! Влад, Влад, Влад Степлівський! Вупс! Ти знаєш найкращого друга, і його будуть звати Вупс! Вупс і Вупс! Аллілуя! Костя! Костя Ізюмов! Не сумуй! Ти теж коли станеш депутатом! Аллілуя! Наталія Май, тетя Наташа! В Полтаві замість Герды Маєв і Сіді Твій Панер! Аллілуя! Забула команда! Восьма нота! І Олександр Лозарє! Дякую! Дякую! Проходьте за кулиси! Дякую! 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 Стой, 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 что ты себе позволяешь, алё? Так а что, депутатскую недоторку они сняли, что он мне сделает? Давай, давай, ну, давай! Так, ладно, пацаны, всё, стоп, стоп, давайте играть дальше, как бы у нас тут ещё... Привет, салаги. Я хочу уничтожить этот мир, и это говорю вам я, Наталья Майз. Ой, блин, зачем я сказала, спалилась. Да ладно, всё равно уже. Меня всё достало, валидол подорожал, діти облинились и не ходят на репетиции. Мамея не заброшу спевать на леваду. Всё, это кипение моё лопнуло. У меня есть волшебный супер-мупер-бупер-хупер-тупер-мупер-микрофон. И я заспеваю в нём, и уничтожу этот мир, и никто меня не остановит. Гудбай, мальчики. Походу, у неё вообще крыша боїхала. Та чувак, у неё просто давно концерта не было, поля. Того и бисится, а вот это... Так, ну ладно, ребята, давайте просто не обращать внимания по сценарию. Поехали! Усі ми знаємо, що актори багато зарабатують. Але в Полтаві є актори і не гірше. Тому давайте представимо звичайний полтавський ізобретатель. Так, де тут мої ізобретати? Так, Андрюшка, смотри, я ж тебе давав 1 мільйон доларів, правильно? Не помню, конечно, да. Так, теперь пришло время отчитываться. Только учти, что в США вот на днях изобрели таблетку прям от всего. Поэтому будет трудно, но я в тебе верю, красавчик, давай. Да господи, що там воно шо так усінько будемо? У мене таке ізобретення, прикинь, що сам Ілон Маск з Марса приземлився до мене в Полтаву на відкриття. І прикинь, на русском кажуть, Андрюха, привет. Красавчик, поздравляюся з відкриття. А що в мене? Та-да! Фонтан! Ну, то есть просто фонтан, да? Так, як і просто! С подсветкой! Оп! Фонтан с подсветкой за мільйон доларів. Так, это же никому не нужно. Господи, тебе не нужно, а я родителям квартиру купив. Понял, давай мы сейчас успокоимся с тобой. Ой, знал, що этим добром не закончиться? Я себе в прошлом году тоже выделял деньги, помнишь, да? Да-да-да. Целых 6 мільйонів гривен. Куда ты їх вдел? Ты на местный, да? Ай, ёлка! Алло, ёлка! Андрій Петрович, Андрій Петрович! Да-да-да. Там ваша дружина в майбах врізалась. Господи, пацаны, опять все май. Ну, серйозно, скільки можна уже отут вона сидить? Ну, шо май? Шо опять май? Шо вам моя фамилия споколюдається? О, май! А, Наталья, а ви, ну, секси? Шо? Я говорю, секси. Не поняла. В плане сексуальна я. Як це? Пацаны, пацаны, походу в Советском Суїзі секса не було просто, вона і не знає. Понял? Наталья, як то об'ясниться на її. Да-да, щас об'ясню. Наталья, представьте себе кровяночку, такой сочный. С перчиком прям. Немножко сальцухи. Ага, тобто сексуально, так би і сказав. Ну ладно, время теряю. Мир, пора уничтожати. Я пішла. Давай, там привет. Давай. Удачки, пацаны. У мене з'єдемо така ж сама фигня була. Шо, тож в шортиках і в маечке бігала? А не, кукухай паїхав. Давайте продовжим. Даже самые подготовленные люди иногда болеют. Так, поэтому представьте себе случай в аптеке. Будь, це аптека, чувак, поможи мені, пожалуйста. Моя жена орет. Діти орут, я не знаю, що делать. Вони мене пилят, пилят, пилят. Я вообще ж не представляю, що мені. Я кажу, жена на мене орет. Діти пилят, я вообще не представляю. Я бачу, ти нормальний мужик. Шо у мене? О, я шо там, у мене дура, поняв? Діти турній пігать. Я бачу, ти нормальний мужик. Аптека в тебе. А шо, зарабатывай як можу. Ну, шо це за юмор, пацаны. Ну, ну, куда це годиться? Вона, наче ведущий, у нас Ліга Смеха. Ведущий, сам президент України. Наталія, там у нас Зеленський. Там Зеленський через і там разні. Як? Та ви шо? А я ж просила в нього звання, я уже почти договорилась. Блин, конечно, народная была классно. Такая народная генерала хотіла. Наталія, ну шо? Последня капля, все, больше сил немає, я не могу, все, ненавижу, уничтожу. Цей світ, отут усе уже. Пацанки, надо її підіграти, тому що вже реально чуть-чуть. Ой, Наталія не уничтожає. Зачем? Наталія, пацаны, убігайте, встановіть. Ай, 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 боляй, не кусайся. Так, один готовий, так. Андрій, я за тебя отомщу. Нормально? Хорош, хорош. Я вижу, у вас нет одного глаза. Нету. Будем сажаться на равных. Ще один дурочок. Іди сюди, давай. Ну я так-то і так больной. Мне чуть-чуть остало. А, уже. Прекрасно, осталась і одна. Пришов музеюзди час. Пора уничтожати мир. Мій червівний микрофон. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Не поняла, ви що, живі не получилось, да? Ну, конечно, не получилось, Наталія. Потому що ваші пісні неспособно уничтожити мир. Они несуть людям добро і позитив. Тому давайте лучше будем обніматися, правильно? Давайте. Приятного прямого провождения. Наталія Майсь. Спасибо! Я не кажу вам прощі ласки. Я кажу, що ви бачили. Ніше за вами зустрічей. Ми ще зустрі не бачили. Ну, це ж область і команда. Ви будь-якська, повертайтеся і назад. І тепер я зараз передаю рухи нашим тренерам. Давайте, вставайте, віднімайтеся. Швиденько, що ви следе. Пашенька, Сашенька, Пашунечка, Сашунечка. Ви коли два козырька один до одного, то такий, виходить, арочко. Так, що там? Так, Сашенька, встав. Пашенька. Пашенька, сидить. Три, два, один. Ну, що ж, область і команда три балла. Спасибо! Я кажу, це ж не кінець. Тоді точно у нас буде, можливо, буде батл. Не факт, не факт. Ну, що ж, Сашенька, давай. Ти довго думав, що тебе саме отак насторожувало? Чому ти не хотів вставати? Що насторожувало? Наташа, Наталія, тетя Наташа чує. Чекай, чекай, чекай. Коротше, я скажу, що не даревно Наталія Михайлівна перевдягалась. Давайте всі, хто погоджується обласками, підтримуємо. Я вам більше скажу. Я передачаю, що перебувають, ви дуже не спішіть. Зараз вона буде це все змивати з себе. А, ну, тоді, давайте я почну. Я почну з того, Костя. Я хочу, щоб всі, хто причетний, подякували Зілу за, як мінімум, два майстер-класи. Я собі запасничок пишу там. А, я... Хвиля перехрестели, і хто чия рука згори той платить. Все нормально, я на весілля приїду, що в Полтаву. Дай, сідай, сідай, дякую. Коротше, я, взагалі, полкий фанат DC, і Харлі Квинн, і Бэтмен. Але, ну, на мою думку, Дон Карліоне, якщо порівнювати дві команди Наталії Май, був круче, так? Тому що все було з поваги. Ну, що ж, дякую. Добре, Сашенька. Тому продовжуємо далі, облески самі собі. Ви готові, хлопці? Прекрасно. Отак от ми тянемо. Наступна команда представляє жанр кіно як фентезі. Паша Журавлєв, та «Даже не питайся» на екран. Ми даже не будемо питатися. Питатися не будемо питатися. Їхній сильній стороні ми вважаємо, що це либо Паша Зілян, либо Ростик. Не будемо питатися. Ні разу. А я два разу. А, це там, де Ростик. Не питайся. Мамай... Ой. Май Пикчерс представляє. От создателей Властелина колец. В поисках Рево. И короля Дев. Эта історія случилась во времена существования Спайдера. Та, коли днём мэр боросся с этим злом, а ночі в нём тусил. Короче, дело было давно. Волшебным городом Болтавыградом начало править зло. Не, не, не это зло. І не это зло. А это он вообще не правил. Править стал Пашухан Злой Хан. Много зла он наделал. Но його последний указ... Ваще перебор. Бороться за справедливость... Стали избранные... Чурч Хелла. Варвар Рур. І Ростик. Обычно так выглядят полтавские бомжи. Но стоит добавить картинку і музику, і ми переміщаємся в мир фэнтезі. НЕТ ПРОЕЗДУ ПО ВОСЕМ МОНЕТ НЕТ ПРОЕЗДУ ПО ВОСЕМ МОНЕТ Одна цена для мужчин і женщин. Одна цена для мужчин... Стойте, стойте, стойте. Она і так одна. Ну ладно. НЕТ ОРКОМ НА МОТЕЛЕ НЕТ ОРКОМ НА МОТЕЛЕ ЖБИ ЖБИ МИМУС 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 Перед вами Пашухан Лысый Хан Абдурашвили Ведушвили Эль Хабик Парпобедова Брядович Сокращённо ПЛХВРХППО Чо орёте, КАК ОРКИ НА РОБИКЕ. ЗА ЭТОТ КРИК Я УПЕКУ ВАЗ В ТЁМНОЕ СЫРОЕ МЕСТО. ТОКО НЕ В КАДЕЦКИЙ КОРПУС, ТОКО НЕ В КАДЕЦКИЙ КОРПУС. Ну, ЛУЧШЕ, ЛУЧШЕ В ТЕМНИЦУ, ЧЕМ ЗА ВОСЕМ МОНЕТ В КАЛЕСНИЦУ. ХА-ХА-ХА, ЗА ЭТОТ БУНТ Я ЗАБЕРУ У ВАЗ КРАСАВИЦУ. НИКУДА Я С ТОБОЙ НЕ ПОЙДУ. ТА НЕ ТЫ. ТЫ СО МНОЙ. ЧУРЧКЕЛА. В ТЕМНИЦУ ИХ. РОСТИК, ДЕ МЫ? КАК ГДЕ? В КАДЕЦКОМ КОРПУСЕ. А КАК ТЫ ПОНЯЛ? ТА ОН ТАМ НА СТЕНЕ МОЕ ГРАФИТИ. ВОТ ЭТО ШИШ, СОЛЬ, АМФ. ТА НЕ-НЕ-НЕ, ТА МОН ДАЛЬШЕ МОЕ РУНЫ. БЛИН, НАМ НАДО ВЫБИРАТЬСЯ. КАК? ЧТО ДЕЛАТЬ? НУ, НАВЕРНО, НАДО ПОЗВАТЬ ОХРАННИКА, ДА? А КАК ЕГО ЗВАТЬ? КАК ПОЗВАТЬ? КАК? О, Я ПРИДУМАЛ! КОЛЯ, АННУЛЯЦИЯ! СЛУШАЙ, НАМ НУЖНО, ЧТОБЫ ТЫ НАС ВЫПУСТИЛ, НАМ НУЖНО ВЫЗВОЛЯТЬ ЧУРЧХЕЛУ. ЧУРЧХЕЛУ? Я СЛЫШАЛ, ПАШУХАН ЗАБРАЛ ЕЁ В СВОЙ ЗАМОК, НА ИНСТИТУТ СВЯЗИ. ОК, ВЫПУСТИ НАС! Я ВАС ОТКРОЮ! СТОЙТЕ, СТОЙТЕ, СТОЙТЕ! ВЫ ЕЩЕ НЕ ГОТОВЫ, ЧТОБЫ ДОБРАТЬСЯ ТУДА, ВАМ НУЖНО ВЫПИТЬ ЭЛИКСИР, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ У МЕНЯ В ФЛЯЖКЕ. УТЬ, 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 УТЬ. ЧУРЧХЕЛ, ИНСТИТУТ СВЯЗИ ДА, ТОЛЬКО ОНА ПО ВОСЕМЮ Хелло, darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Ну, но Чурч Хелла вообще... Да, вперёд! Тем временем в замке Пашухана. Ха-ха-ха-ха! Чурч Хелла, ты станешь моей женой! Да ты вообще свой Мордор видел? Ах так. Чурч Хелла, хоть за восемь монет, но мы к тебе добрались! А я вообще-то с зайцем проихав. Опять вы! Охрана, взять их. Обычно так выглядит драка бомжей. Но стоит добавить музыку из-за медления и получаем эпичную драку. А вы сильнее, чем я думал! Кто вы такие? Я Ростислав Елерождённый! Из клана Бигмаковых! А я Варвар-Рур! Кто? Рур-Варвар! Можешь повторить ещё раз? Я воин! Всё равно я не дамся вам так просто! Меня только сможет поработить одно древнее заклятие! А сорочка мамы напила! Пила! Пила! А сорочка мамы на сердце пила! А сорочка мамы на зиме вайле, я ей до серденька пригортаю! Ребята, вы спасли меня! Да! Но проезд так и остался по восемь! Иногда стоит переступать через свои принципы ради чего-то более важного. Чему научила нас эта история? Не называйте дочь Чурчхева, в детстве ходите к логопеду и не стоит недооценивать силу украинской песни! А я обожаю вам добра, а я обожаю вам тепла, любовь и завтра и всего дни, а я обожаю вам... Ну что ж, друзья, облыски! Команда даже не пытайся! Больше облыски! Ну а теперь, дорогие наши тренеры! Вставайте, пожалуйста, поднимайтесь, покачайте немного свои ножки! Так, есть один балл от Костя, один от Саши! Наталья, дякую вам большое, дай Боже вам здоровья! Ну и Владик думает! Владико, 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 вставай! Владико, вставай, потому что мы все вместе в Шишаках сделаем! Три, два, один! Три балла! Ваши облыски! Хлопцы, готовьтесь! Я думаю, будет батл все-таки! Так! Владико, Владико, Владюсочка, а ну возьми микрофончик, поговорим! Чтобы ты знал, вот это было полотно полноценно! Я хочу, чтобы зал поаплодировал за то, что они полностью сделали полотно! Это круто! Я думаю, что... Хорош, хорош! Ты сейчас вообще из меня урода какой-то сделаешь! Это мой бывший тренер! Ну? Да, мы с ним в одной четвертой вылетели, так что он хороший актер, я вам скажу! А кто сказал, что я хороший актер? Кто сказал? Ты! Вот эта девушка! Ну девушка, девушка, девушка! Он маму с Ленинского привезет, я вам скажу! Почекай секундочку, это я с вами был хороший актер, была бы другая девочка, может? Ты еще импровизатор хренованьки! Мы не поняли! Типа мы с ней спим! Ну ладно! Хорошо! А вы актриса шита! Да, давай! Давай! Питай, что с меня! Ну я же тебя запитал! Что тебе не хватило? Мне хватило после восьмой ноты, понимаешь? И теперь у меня есть какой-то... У меня есть какой-то... Какой-то... Планка! Планка есть, по которой я стараюсь судить. Ну, было смешно, Паша вообще красавчик такой, да? Ну, иногда играл очень круто! Я его люблю! У меня еще команда есть! Обережно в микрофон вылетит! Ну что ж, друзья! Облески! Это был Владик! Ну, сейчас выступит очень крутая команда! А самое, сборная механиків та Константин Изюмов! В них приключения! Увага на экран! Увага на экран! К этим чувакам я бы обратился, чтобы починить машину, если бы она была... Я бы не обращался с ней! А это наше все! Я недавно, кстати, машину у них чинил. Они такое, короче, сделали, типа... А я их видела в секондин. Короче, шутят они лучше вроде бы, ну... Ну... Нет, чем чинить. Чем классные пацаки они! Это наши кенты! Бабах! Бабах! Зустрічайний сбор на механике Костя Изюмову. Приключения! Ванюк, а там и есть Мечти Какая мечта, Ванюк Сонок, ты что, не помнишь? Мы же давно Длюшика хотели отдыхнуть Прямо за мечтой Всем привет! Мы сборная механиков Ну так как мы временно отдыхаем у Тлюшика Мы взяли собі в команду Вовчика Він нас ничего не вміє Сонок, Полтавська-Ворскла тоже ничего не вміє Ну и ж по телеку показывают Собственно, того мы его и взяли О да! Привет, Лубни! Мабуть, ты нам не подходишь А если так? Пацаны, я не понял ничего Зачем вы запхнули меня в коробку И отправили новой поштой под Лубни? Бо нам нравится Це ж приключения, брод Ну пацаны, приключения у нас ж были раньше Ось, пожалуйста Це мы на дискотеке Це у нас свадьбы корпоративы А це мы мамаю коровник строили А він казав Пацаны, сделайте все красиво Сделали Лешик, твои приключения никому не интересні Иди Тренер, тренер Вони мене опять обижают Предприниматель Предприниматель Мы будем вместе Все с тобой обещать Поехали! Военных, красивых, старовенных Еще люблю крутых И всяких деловых А я люблю военных Красивых, старовенных И еще люблю крутых Джек Горобець уже заморился Постоянно терять свои корабли Тому он решил пересесть на наземный транспорт Отож, давайте представим Случай на металоломе на припаркуй hello my brothers не ну бродерс то понятно так а че вы чуть-чуть на то что бежуете да я прикольнулся пацаны чути минут на транспорт у вас щось е для мене а то це тут сам метал у нас модель світової марки жигулівська объемом 2 и 5 05 подарок 05 я люблю це хорошо 05 чути а вас тут в транспорте паруса есть таки паруса тут 2 педали газ не сцепление так а тормоз ось пожалуста не ну тут не поспорюш а сколько стоит то скільки не жалко аби забрали короче если шопицу не послышусь торможу лёшик отійди от него так лучше нормально короче забираю воно хоть плавать буде та не знаю чи поплыга ну не потонет точно коли инженери конструктори построяли мост на проверке вони стояли під ним так само и механики проверяют, как они сделали в машине тормоза. Пацаны, а на кого вы учились перед тем, как стали механиками? Я на механика, и я на механика. А я на стриптизера. Потанцовал пару раз у Робина 6. Понравилось. Вот я и с вами теперь стою тут. Чуете, так может у нас остановиться. Там болтики нормальные были. Вот пожалуйста. Ты что, придурок, на что ты их взял? Вам показать. О, Боже. Пацаны, он, смотрите, она уже ехать. Христос воскрес. Во истину. Жалко, почему сами мои крашенки бьются первыми? Воник, скажи мне, скажи мне что-то хорошее, чтобы я не нервничал. Саник, брат, у тебя такие хорошие дети. Спасибо, брат. Я старался, брат. Папліднивши лиця у них, из-за тормозив поламанных. Я уже вскоро давно позвонив. И на утро тортик купив. Самый лучший тренер у нас взял в команду нормальную и вас. Дайте торт, мы хоть поїмо, пока Лешик не добрались до него. Ничего не останется после меня. Это любовь. И в любви, как и в мотоцикле. Третий або лишний, або в коляске. С вами была сборная механики и наша изюминка. Целуем плечи и до встречи. До скорой встречи, до скорой встречи, моя любовь. Ну что ж, друзья, сборная механики в облеске. Ну, они берут харизму, конечно. Владик, будь ласка. Бал один, бал два, бал три. Так, Сашенька, ты думаешь, да? Зал может поболтовать, да и может ты встанешь. Давайте давить на тренера. Так, три, два, один. Ну что ж, три балла вашей облески, механики. Это еще не кинець. У нас будет батл, возможно. Я еще точно не знаю. Ну что ж, друзья, давайте поддержимаем все-таки механики. Они такие, как я говорю, по-доброму турнику. Это очень классно, потому что мы в команде ДХМ все таки. Ну что ж, они молодцы, спасибо вам, хлопцы. Продолжаем далее. И сейчас, вот, хотел бы запитать, Сашенька, что тебе не то? Что тебе не так? Кипка, что-то там, что ты не встаешь? Или что? А ну, боже, хорошие капции. На Хмельницком базаре купил? Я и так майже не знаю, что сказать. Ты мне еще про капцию. Ну, знаешь, как, цитующая классика, очень хорошо тренировка. Правда, правда, клювые, это как, ну, блин, они уникальны, свои родители, это как параллельный чудовый. Я посмехался, я весь, фактично, весь час посмехался, было и круто, и весело, но Костя не очи зі сцени, благалит, спасите меня, врятуйте. Если я помилился, ну, я перед Костяном извиняюсь. Я извиняю, дякую. что мажем. Облески. Наташенька, что вы тебе не чули? А ну, а ну, передайте, пожалуйста, Наталья, скажите нам декольку слов, что вам сподобалось, вы же стали. Ну, когда мне смешно, я всегда стою, а сейчас было смешно. Все, ваши облески, коротко и ясно. Ну, что ж, друзья, сейчас финальный выступ. Финальный выступ, и выступать будет Влад Стеблевский, команда без проблем молодежная комедия. Увага на экран. Ну, сильная команда, очень сильная. Конечно, как бы не Стеблевский, была бы еще сильнее, но... Лучший ведущий, то есть, я считаю, Полтавы, Призов, Владислав, там номер, ссылка в описании. Там питаний вообще, проблем нет. Нема, ни питань, ни проблем. Ничего. Главное, чтобы им нравилось. Всем привет! Сейчас на сцене без проблем. А, да, и Владик Стеблевский. Прикиньте, влез. И вы знаете, мы решили нашему тренеру дать самим легкие роли, чтобы он вообще не парился. Вы что, не верите, что тут Владик Стеблевский? Сейчас мы ему голову выдернем, вы сами увидите. Ребята, давайте какой-то быстрее, я тут как в сауне. Там что, у тебя девки? Какие девки, жарко. Да ты в этом костюме максимум минуту стоишь. Чи жарко, капец. Капец не это слово. Просто это слово состанно сказать не можно. Эй, проблем нет. костюм не трогайте, мне еще в школу одевать. Зачем? Не знаю, просто девушка меня фантазировала, что она Машенька, я Мишка, чтобы все это в школе было. А вы жмакаете. Дебилы так, жарко, убери утюг. Остынь. Там водка. Остыл. И вообще, ребята, а вы знаете, что осталось в этом костюме после прошлого аниматора? Да? И что? Ни хрена не осталось в этом костюме. И от меня сейчас ни хрена не останется. Давайте быстрее. И вообще, вы трехи думаете, ребята, при чем тут цей костюм? У вас всякая тема. Молодежные комедии. Ты же молодой, красивый. Ты подумай, надо же эти движухи, понимаете? Party of the dance. Понял? Короче, можете что-то такое предложить? Ну, да, можем, но на такие треба деньги. Так иди под заруби! Что это все я должен делать? А, кстати, это идея. Иногда магазины разных категорий расшелываются совсем поруч. Отож, уявите, аніматор-промоутер став трешечки левише от своей работи. Не проходьте мимо! Саме сьогодні в нашем магазине есть игрушки как для хлопчиков, так и для девчаток. Ваш малыш капризничает и не хочет играться? Тоді Молодежные комедии, как мои отношения с девушками. Короче, без алкоголя никак. Отож, уявите, сын взял весь элитный алкоголь батька и решил показать правильное бармен-шоу. Бать! Нет, ты, походу, одну букву пропустил. Раньше получилось, отвечаю. Получалось, да. Так, а ну, стань, от так ревнейше, стань, стань. По праву цю штучку. Так, дивись на меня. Бать, что ты делаешь? А это, чтобы нам потом в фотошопе не пришлось ничего домальовывать. Какого фотошопа? Я все убью. Стань, стань, стань сюда. Стань, дядя. Это же не смешно. Нет, номер хороший, я поржал там за колістями. Ну, это уже не смешно. За мною дети бегают. И самое бедное же. Понимаешь, что они хотят сфотографироваться не с Владиком Стеблевским, а с Медведем. Ну, поздравляю, братан. Ну, ось вона популярность. Ты дурачок? Я сейчас вылезу из этого костюма. Ты мне терлей получишь. Ты понял? А если не вылезешь? А если не вылезу, ты терлей от мишки получишь. И, поверь мне, это будет обеднейше. Понимаешь? Да ладно. Такое могло случиться только в молодежных комедиях. Або ваших миниатюрах. Або ваших миниатюрах. Друзья, такое могло случиться только в молодежных комедиях. Отож, уявите, девчина решила играть в ролевые игры. Конечно, она решила посмотреть на все забаганки своего парня. Отож, смотрим. Есть наблюдать за целью? Дорогой! Лариса, я занятый. У меня для тебя сюрприз. Я, я, я нифига не понимаю, но мне это заводить капец. Четыре утра, ты без предупреждения. Четыре утра, ты не заметил? Я теперь не Лариса, а я теперь Тигр-154. Согласен, точно копия танка. Как у тебя это получилось? Ну, дед помогал. Ну же, иди ко мне. Лариса, ну меня там играют. Я все решу. Эротическая музыка. Ну же, снеси мне башню. Сорви с меня гусеницы. Сними полный боевой комплект. Я уже готова атаковать. Зашибись. В следующий раз дальнобойщики себе установлю. Ну что ж, а мы продолжаем. Граються, но. Друзья, мы продолжаем. У каждой молодежной комедии присутный элемент спортивного змагания. Отож, десь на тренуванне по кроссфиту. О, стоп, стоп. Включай, включай. Гонишь. Короче, решил я там, понял? Короче, буду брать ваше выступление в свои руки. Короче, мне нужна главная роль. Буду играть тренера по кроссфиту. Давай. Владик, ну для тебя тут нема роли. Ха! Та я миллион, триллион разлучить играть. Шишаками клянусь. Давай, мальчик, иди отсюда. Давай, гуляй. Сань, напишем на тебе роль. Напишем, Санечок. Все будет хорошо. Не расстраивайся. Саня, что делать мне? Я не знаю, что. Ну, ты, тренер по кроссфиту, показуешь, як правильно виконувати вправу. Вправу. Вставай в планку. В планку. Вставай. Понял. Ні-ни-ни, в планку це ось так. О, ага. Так. Спинка рівненька, не наша струна. Ягодице, як у голови облдержадміністрації перед Зеленським. От, трошки нижче. О. Ну. Слухай. А реально в тебе класно получається. Та-та-та, Сань, класно. Ти талантливий актьор. Талантливий я, да-да-да. Друзі, це, ну, полнейша імпровізація. Владик не готувався до цієї ролі. Всю жизнь не готовився. Давайте йому похлопаємо, підтримаємо облесками. Саня, хай не хлопає, нормально. Та хлопайте, хлопайте. Та не надо. Ну, вам же ж не тяжко, а людини буде трішечки легше. Так, так. Саня, об'яви, пожалуйста, ну. Чуєш, ти ж у нас як-не як звізда? Ага. А давай подумаємо, як тебе краще об'явити. Може, якось пафосно. Саня, просто об'яви, пожалуйста, мене. А, просто? Просто у нас дівочка об'являє. Юля, йди просто об'являй номер. Зазвичай люди піклуються про свою фізичну форму лише напередодні літа. Але варто не забувати про те, що про здоров'я треба піклуватися завжди. І в літку, і в зимку, і в осени. Просто об'яви! Просто об'яви мене турист резько отсюда! Ребят, ребят, шо казать? Я не знаю, нас нема номера, чи що-небудь об'яви. В общем, представте нереальну ситуацію. Об'являй! Влад Стеблівський стоїть в планці дві хвилини. Дякую за перегляд! Ребята, ви з мене здіваєтесь! Ви знаєте, насправді ми не здіваємось з нашого тренера. А насправді дуже класно, що він обрав саме нашу команду. Адже після нашого виступу на ранок Влад Стеблівський забуває про всі проблеми. І вспоминав про кріпатуру. З вами була команда «Без проблем» і нова прокачана версія Владіка Стеблівського. Дякую! Дякую! Так, Костя Ізюмов. Пашенька єсть і Наташенька. Ну як так? А сірочка мамина біла-біла. Не дійснює так, так? Ну що ж, ваші облицки. Три бали, три бали у цій команди. Ну, я навіть не знаю. Ну давайте, дай мікрофон Наташенці. Наташка. Можна так звертатись, Наташка? Ні, я просто від Владіка чекала більше. Він такий класний. Від Владіка трошки більше? Ну, то був Владік. Короче, Владік запоров виступління. Владік, ти запоров виступління. Отак проходивши шаки. Все через тебе. Чекайте, мені вже хтось дзвонить. Я думаю, що з цього залу хтось мені дзвонить. Ну що ж, тепер я хотів запросити усі команди на сцену. Ну що ж, давайте більше облесків цим командам. Сьогодні вони зробили ваш вечір. Але це ще не все. Сьогодні має пройти тільки 4 команди. На сцені стоїть 8. Я називаю тих людей, хто точно проходить у фінал. І ваші облески. Сторона защити. І команда 8 нота. Я ці команди попрошу трошки в сторону десь і назад. Туди ви точно в фіналі. Я вас вітаю. Ну і тепер я хотів би звернутися до команд. Розійдіться по кулісам. Ну як по кулісам. Прижміться до куліс. Тому що в нас буде батл. Це буде фоторозминка. Фоторозминка. Я попрошу зараз всі команди, які будуть в батлі. А це команди наступні. Правая палочка Твікс. Команда ЛСД. Команда приятне время провождення. Команда даже не питайся. Механіки. І команда. Команда. І команда без проблем. Добре. Перша фотографія. Ви маєте її смішно прокоментувати. Команда може це робити один раз. Ви ходьте сюди. Називаєте команду і коментуєте. Здрасте. Команда. Правая паличка Твікс. Коли не хочеш творчий центр Наталії Май. Добре. Сашенька, давай. Команда без проблем. Де Ленін. Добре. Манюнька, дивіться. Як діла в тебе? Похлопайте. Такий мальчик хороший. Але жалко, що воспалення заробиш. Кінця. Давай, кажи. Команда ЛСД. Ось так, приблизно, я познакомився зі своїми родителями. Хорошо. Так. Брат. Брат, механік. Давай, братишка. Збір на механіків. А я казав. Третье булишнє, бул колески. Так. Так, даже не питайся. По центру Андрій Боблях. Он не може выбирати між парламентом і Лігой смеха. Дякую вам. А ти воєний ж ти в формі? Зря вдівав форму на сцену. Ну, вставай, вставай. Так. Будь ласка. А, все. Плачеш ти як? Давай, ми почекаємо. Ми не спішимо ніколи. У нас тут мініатюра Бобляху ходить з Фазерсу. Ага. Хорошо. З картинка номер два. Хорош. Я не буду. Я так хочу щось. Давай, давай. Ну, в команду беріть. Беріть в команду. Мікрофони. Вони перші були. Давай. Тіпічний корпоратив Наталії Май. Я тебе більше скажу. І мій корпоратив теж. Костя Ізюмов, тебе теж скоро так буде? Всьо добре? Можна я. Давай, будь ласка, механіки. Збірна механіків, так. Подружки Влада Стеблівського прийшли до нього на день народження. Так, будь ласка. Встрічі фанаток Вінника. Добре. Тіпічна група підтримки механіків. Ну, важливо називайте команду, якщо я... Так, ЛСД. Ага. Оригінал Глімапародія. Ні, рівня. Красавчик. Ребята, розвернісь. В нього за вухом жвачка. Все нормально. Красавчик. Бо тому, що браїлки своїх не пускають. Так, ти там записуй собі все. Ну що ж, всі команди дали відповідь. Так. Наступна фотографія. О. Наступна фотографія. Харашо. Називайте команду, потім відповідь. Команда ЛСД. Наступна фотографія. яка точно не проходить далёй. Давай, зараз тебе... Вставай, конечно, чтоб все знали, как тебе бейтеть. Ну ты кипку сними, потому что футболка тоже била, но боже, боже. Влад, как это слово, что капец. Только я здесь цена сказать не можно. Страшно, страшно тиша. Бейся, бейся. Первая картинка была смешной, вторая картинка смешнейшая. Третье я просто сам за себя не зайшло. Я сейчас что должен, что должен выбрать команду? Ты маешь назвать команду, которая точно не проходить далёй. Сколько команд? Сколько ты хочешь, потом и дальше продолжим. Вот точно кто не проходить. Вот две команды, або одну точно. Ну давайте так. Слух я не буду сказать, что я же ещё пригадую и выступы. Про это не надо сказать, да? И выступы, которые были. Только за шуткой. Что хочешь, то делай. Потом, когда будешь текать… Я очень-очень попрошу, но просто за результатами посмешок и жарт в про-картинках. Хлопцы, пацаны, девчата, приятное время препровождения. Облески в команде, хлопцы, никуда не идите, все в порядке, у вас еще все попереду. Заберите кто-то с микрофона. Костя, у тебя тоже команда в финале. Так, дивиться, чья команда была приятного время препровождения? Наташенька, и у тебя еще одна команда, поэтому ты пока еще не можешь нас судить. И еще одну команду ты называешь. Ну все нормально, то хоть больше людей будет бить, так интересно. Давай я тоди биле двора и встану, и уже звит туда нас будет. Ты не переживай, там люди уже стоят. Недоторканность точно сняли, да? Не допоможут. Блин, а с 1 сичня нормально я тоди с цей, с цей, с цей позиции. Нет, ты не спеши, в принципе. Да ну, давай я тебе дам это право, блин, обиграть. Что это подстава? Мне, я не знаю, что там Паша в тебе с бомжами, обидвие команды. Мне было очень смешно. И на выступе пацаны были клювые. Я прошу, Паша, как там, где был спорт? Стоп, стоп, мужчина, собрите. Что, вы перенервничали? Ты хочешь назвать команду, яка вылетает, или ты хочешь, чтобы пройшла дальше? Та, что вылетает, я, я, как Наташа мать, стоючи? ЛСД. Короче, за результатами жертв по картинках. Сори. ЛСД, да? Влетают две команды, приятное времяпрепровождение. И ЛСД. Дякую вам, пока что с вами не прощаемся. Давайте разминку залам. Друзья, поднимайте руку, я до вас подойду и задайте какие-то вопросы. Чтобы это было немного живее. Команды, можете зайти. Что, что? Да я же сказал, сходьте, сходьте. Сходьте, пожалуйста. У нас есть команда. Правая палочка Твикс. Команда Даже не питайся. Команда Без проблем. Та команда Механіки. Из них проходят далее только две команды. Две команды. Поэтому, у кого есть вопросы, пожалуйста, поднимайте руку. Давай, выходь, братан, сюда. Ты, извините, сразу. Передом прийти. Ну ладно. Вибачьте, пожалуйста. Вставай сюда. Как тебя зовут? Александр. Сейчас будет хорошо. Александр, где ты учишься? Продаю мед. Хорошо. Как давно? Ну, недавно. Два. Реша, твоё запитание до команд. Как вам моя футболка норовится, чи нет? И сам, ну, ничего так, а духи хороші. С медом. Так, будь ласка. Как тебе моя футболка норовится? Пчелам, наверное, норм. Оплески. Можно повторить, пожалуйста? Назовай команду. Правая палочка Twix. Как тебе моя футболка норовится, чи нет? Мені норовится, что ты еще в первой игре влетел. Ага. Хорош. Так, механики. Тобі норовится моя футболка? Главное, щоб тобі норовилось, правильно? Правильно. Пока всі логічні відповіді. Без проблем. Я знаю. Тобі норовится моя футболка, чи нет? Лучше б тебе була. А сорочка мамина. Біла, біла. А сорочка мамина. Хорошо. Так. Даже не питайся. А тобі норовится моя футболка? Не знаю, як футболка, но ти нічого. Спасибо. Хорошо. Є ще один парніша мене на суші приглашав. Так. Кажи. Такий, нічого такий. Це той механік, якого приглашають на квартиру сантехніков, да? Починити. Так, будь ласка. А тобі норовится моя футболка, чи ні? Чувак, сідай, не позорься лучше, поняв? Браво. Ну, не знаю, чи треба було. Дякую тобі. Присідаю, будь ласка. В кого є ще питання? О, сонце, в тебе є. Як тебе звати? Станіслава. Ти сама прийшла чи з чоловіком? З мамою, вона в журі сидить. Мамуся, ви дуже молодець. Можете застібнутися чуть-чуть вище, бо я не можу задавати випрос. Бо у вас сорочка така біла-біла, що я не можу. Так, ваше запитання. Дякую. Запитання наступне. Ведучий мінологовий пуску Полтавської лілії сміху став народним депутатом. Запитання. Чи варто мені намагатися стати наступною ведучою, чи прокатиться зі мною? Не питай. Ну, запитання. Я був коликю бігалу. Добре, Леша. І одразу ви питаєте, чи запитання повністю, чи фінальну фразу? Ну, якщо можна, повністю. Ви тримайте мікрофон в руках. Я думаю, що ви вмієте це робити, так? Так, я вмію. Ви смішаєте. Ведучий минулого випуску Полтавської лілії сміху став народним депутатом. Запитання. Чи варто мені або ще комусь набагатися стати ведучою лілії сміху наступного випуску, чи зі мною це прокатить? Ви значало во дворах сюди, Таташа, нормально виступіть, а потім буде видно. Повторювати. Ведучий минулого випуску Полтавської лілії сміху став народним депутатом. Питання. Чи варто мені намагатися стати ведучою наступного випуску, чи зі мною це теж прокатить? Дуже странно, що ви це питаєте у Лисих Зброзерс, короче. Ведучий минулого випуску Полтавської лілії сміху став народним депутатом. Питання. Чи варто мені намагатися стати ведучою наступного випуску, чи зі мною це прокатить? Поки що ні, але якщо ти назад розтібнеш... В принципі, є ці шанси. Ну що ж, дякую командам, облески. О, я ви... Все, так? Так, ми називаємо зараз дві команди, які нас покидають, правильно? Сашка, давай, бери на себе гріх. Два. Це страшне відчуття, непізнане раніше, коли ти сидиш в залі, а зі сцени всі дивляться, блін, на тебе. А що він сказав? Яке слово це? В очі. Хто? А, все, нічо-нічо, я перепустився. То здається, здається. В ітолейній компанії багато слів не кажуть, максимум капець. В мене був, Костя, коварний план тебе підставити, сказати щось, так? Ні, поочекайте, стойте. То був коварний план. І щоб останню команду обирав ти, всіх, хто зрозумів. Але є одне але. Так, ти називаєш команду чи ні? Так, так. Всі шість команд проходять далі. Ми порадились насправді. Ні, я не шучу. Всі чотири? Ого, хорошо. Всі чотири, так. Ну що ж, друзі, облески. Далі проходить команда механіків. Даже не питайся. Без проблем. Та права паличка Твікс. На жаль, нас покидає приятне время провождення та команда ЛСД. До зустрічі, студенці, полтанській ліці Сміху. Дякую всім. Пока. Дякую. 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 Дякую.